Продолжение следует... ...изменят вашу жизнь к лучшему. Сегодня в выпуске. Как гладить рубашку без утюга. Зачем вам голубь, а голубю хоуминг. А также, как правильно путешествовать автостопом. Наскучили стандартные путешествия? Повысить градус адреналина в крови поможет автостоп. Вот она, настоящая романтика дорог. Итак, хлопнув дверью душного офиса, вы решились на приключения. Автостоп – это именно приключения. Но не торопитесь, сломя голову, бежать на трассу. Новичкам с неутолимой жаждой странствий стоит узнать пару-тройку советов от бывалых автостопщиков. Грамотный автостопщик за сутки способен проехать тысячу и более километров. Для пробного путешествия автостопом вам понадобится... ...бумажная дорожная карта. Ведь гаджет со встроенной картой может и разрядиться. Сигнальный жилет, чтобы в темное время суток вас было хорошо видно. Картонная табличка, где будет написан конечный пункт вашего назначения. В России стопщики редко используют таблички с указанием конечной цели. Но в Европе это общепринято. Рюкзак. В него стоит положить бутылку с водой и теплые вещи. Залог успеха – выбрать правильное место. Водителю должно быть видно вас издалека, ему должно быть удобно остановиться. Плохая идея голосовать на оживленных перекрестках, остановках рейсовых автобусов и мостах. Шаг 1. Найдите правильное место. Идеально, если это будет развилка на пути к автозаправке. Шаг 2. Покажите водителю, что вы передвигаетесь автостопом. То есть хотите ехать бесплатно. Показать это очень просто. Сожмите руку в кулак и вытяните большой палец. Это международный знак автостопщиков. Шаг 3. Свершилось. Возле вас остановилась машина. Теперь потребуется самое главное – плата за проезд. Автостоп – это не халява. Вашей платой будет общение с водителем. Вам необходимо установить с ним контакт и поддерживать беседу на протяжении всей поездки, чтобы у него не возникло желания высадить вас на ближайшей бензоколонке. Самые удачливые автостопщики, как правило, общительны, доброжелательны, много улыбаются и не сквозь зубы, а искренне. Водителей, конечно, тоже встречаются разные. Если водитель вызвал у вас подозрения, не садитесь в машину. Путешествовать автостопом лучше все-таки вдвоем. Безопаснее и веселее. Найти попутчика сегодня очень просто. Забейте в поисковике «Автостоп-попутчики» и увидите массу предложений. Автостопчик – это не попрошайка. Я могу позволить себе купить билет на самолет или поезд, но мне это неинтересно. Автостоп – это экстрим, романтика, новые знакомства. Каждое новое путешествие не похоже на предыдущее. Интересный факт. Оказывается, путешествовать автостопом можно не только на машине. Профессиональные стопщики умудряются ездить по всему миру на поездах и даже на самолетах. Если в вашем доме сломался утюг, а на носу очень важная встреча, не отчаивайтесь. Несколько простых советов помогут привести рубашку в должный вид и без помощи глажки. Для этого вам понадобится вешалка, 9% уксус, смягчитель для белья, пульверизатор. Шаг 1. Не отжимайте рубашку после стирки. Повесьте ее на ночь на плечики над ванной. Шаг 2. Проснувшись и приняв душ, налейте в ванну горячей воды. И снова повесьте над ней рубашку. Плотно закройте за собой дверь. Под воздействием влаги, тепла и собственного веса одежда через некоторое время разгладится сама. Шаг 3. Смешайте в равных долях 9% уксус, смягчитель для белья и воду. Перелейте смесь в пульверизатор и распылите на одежду. Через несколько минут она окончательно вытремится, и вашему вечеру больше ничто не угрожает. Интересный факт. Чтобы избавиться от складок на одежде, древние римляне колотили ее металлическими молотками. Если ты ждешь прихода ночи, чтобы выплеснуть все, что накопилось внутри, если душа требует чего-то погорячее, твой час пришел. Зажигай. Первые фаерщики появились на одном из островов Тихого океана в племени Маори. Сегодня и у нас есть парни, которые бросили вызов стихии. Огонь – это ни в коем случае не друг. Огонь – это неукротимая стихия, которой невозможно управлять. С ней можно взаимодействовать, с ней можно жить. Стартовый набор. Пои, купить которые можно в специализированном магазине. Став, даблстав и керосин. Шаг первый. Разминка без огня. Работа с поями, то есть поинг, развивает координацию движений, концентрацию и чувство равновесия. Элементы жонглирования отрабатывают с помощью стафов и даблставов. Весь этот реквизит фаерщики крутят ежедневно часами. Шаг второй. Керосин. У профессионального фаерщика за 10 минут работы с огнем уходит до 15 литров этой горючей жидкости. Пои и стафы погружают в емкости и оставляют, пока они не впитают весь керосин. Некоторые отчаянные фаерщики используют авиационное горючее, но это крайне опасно. Оно оставляет на коже химические ожоги, а тело человека, работающего с огнем, ничем не защищено. Нет специальных гелей или мазей. При этом некоторые трюки выполняют с голым торсом. Не потому что красиво, а потому что иначе вся одежда сгорела бы тут же, как, например, в случае со сложнейшим элементом, который называется орбитал – огненное кольцо. Шаг третий. Стаферы. Фаерщики, которые работают со стафами – настоящие профессионалы. Техника вращения состоит из элементов боевых искусств. Стафы 90% времени контактируют с кожей фаерщика. И это при том, что с двух сторон шеста горит керосин. И температура там от 600 до 900 градусов. Шаг четвертый. Огонь – это стихия, как ни крути. Есть ситуации, в которых даже опытные фаерщики получают ожоги. Поэтому у них всегда с собой средство оказания первой помощи. Но лучше, когда огонь гаснет так, как это задумано. Интересный факт. Как ни странно, но горячая вода тушит огонь быстрее, чем холодная. Она моментально нагревается до температуры кипения и дает больше пара. А именно пар тушит огонь. Далее в программе. Как надо бузить. Как сделать настоящий ирокез. А также все секреты ухода за сезонной обувью. Уход за внешним видом – вопрос, который никогда не станет менее актуальным из-за смены часового пояса или времени года. Это одна из тех опций, которые есть в наборе каждого уважающего себя мужчины. Он ухаживает за обувью всегда и делает это своими руками. Вам понадобится поролоновая губка, стеклоочиститель, крем для обуви, щетка для крема, щетка из конского волоса и кусок бархатной ткани. Стоит понимать, что чистить обувь – это то же самое, что чистить зубы. И по времени, и по частоте. Но, в отличие от зубов, никогда не мойте обувь водой. Если ваша обувь промокла, никогда не сушите ее на батарее. Один из самых качественных способов сушки, который не испортит ботинки – при помощи пищевой соли. Разогрейте соль на сковородке, насыпьте в плотный носок и поместите в ботинок. Через несколько минут повторите. Шаг первый. Перед чисткой смахните пыль с ботинка. Затем нанесите на губку стеклоочиститель и протрите оба ботинка. Шаг второй. Далее – крем. Его тон должен быть чуть светлее тона обуви. Начните с задника. Если крем подобран неправильно, это будет хотя бы незаметно. Если правильно, нанесите крем на оба ботинка. Язычки можно не трогать. Шаг третий. Теперь полировка. Сначала щеткой из конского волоса, затем куском бархатной ткани. Интересный факт. Петр Первый был довольно высоким мужчиной. Его рост составлял 203 сантиметра. Но при этом правитель носил обувь 38-го размера. Танцевать, петь, а затем драться – звучит совсем не спортивно. А между тем это три составляющие рукопашного боя – бузы. Бузить – значит буянить, шуметь, в общем, нарываться на неприятности. Бузой также называют своеобразный напев, под который бойцы еще в родовых дружинах новгородских племен вызывали друг друга на бой. Такой ритм играется на гармошке. Народ начинает плясать, а потом начинается самое интересное. Первая часть боя – это боевая пляска. Своего рода подготовка. Во время нее боец настраивается на предстоящий поединок. Это делается специально. Постепенно движение участников танца становится прообразами ударов блоков. Участники пляски начинают задираться, толкать друг друга, вызывать на бой. И постепенно это переходит в борьбу. Процесс ломания в бузе происходит до тех пор, пока кто-то из бойцов не выдерживает и наносит на конец удар. Начинается этап, который можно назвать современным словом спарринг. Буза включает несколько способов борьбы, как с оружием, так и голыми руками. Для нашего поединка мы выберем вариант с оружием. И чтобы он состоялся, вам понадобится. Русская народная музыка, чтобы создать необходимый настрой. В идеале гармонь. Противник готовый с вами бузить. Палка, именуемая «Тростка». Это спортивный снаряд, который каждый участник делает под себя из дерева и использует в процессе тренировок. Шаг первый. Разогреваемся в пляске. Двигайтесь непрерывно, плавно, как бы перетекаясь ноги на ногу. Движение здесь очень похоже на бразильскую народную борьбу Капаэру. Шаг второй. Вызываем партнера на бой. Для этого задираем, толкаем его. Шаг третий. Бой на палках. Во время замаха противника отступите на полшага. Уклонитесь, и тогда удар придется впустую, а у вас будет возможность нанести атакующий удар. Шаг четвертый. Прием палка против кулака. Уклониться от удара и быстро броситься вперед на противника. Нанесите резкий удар. Шаг пятый. При атаке палка против ножа бейте противника по запястью руки, держащей нож. И тотчас наносите удар в голову или живот. Буза – это не мордобой. Это возможность для мужчины проявить себя, получить удовольствие от движения и пообщаться с товарищами. Главный ваш козырь в Бузе – это спокойствие. Вспыльчивость и агрессия именно в этой боевой традиции только мешают достичь результата. В Бузе есть элементы, схожие с боксом, с борьбой, с восточными единоборствами, работа с оружием. Именно это делает ее увлекательной. В Бузе есть и спортивный драйв, и экзотика. Но, что самое главное, Буза сплачивает людей. При этом никаких допингов под костерок бузисты не практикуют. Интересный факт. Многие известные древнегреческие мыслители прекрасно владели единоборствами. Например, Пифагор был чемпионом по кулачному бою, а Платон выигрывал соревнования по древнему единоборству Панкратион. Боям бесправят. Если вы тоже считаете, что лучше попробовать, чем потом жалеть, это инструкция для вас. Вы собрались на вечеринку, вечер встречи выпускников или Хэллоуин, неважно. Главное, вы решили организовать на голове ирокез. Продолжение следует... Но самые живучие ирокезы получаются благодаря гелю из газированного напитка и хозяйственного мыла. Шаг первый. Берёте тёрку. Измельчаете мыло. Добавляете жидкость. Размешиваем. Шаг второй. Делаем по схеме. Придаете форму ирокезу. Добавляете гель. Сушите. При необходимости повторяете. Ирокез будет устойчивее эйфелевой башни. Интересный факт. Самый высокий ирокез в мире у японского дизайнера Кацухиро Ватанабе. Его ирокез высотой 113,5 сантиметров. Далее в программе. Как надо ходить в гости. Кого называют природным компьютером. А также все нюансы ухода за роялем. Если вы не уверены, что ближайшую ночь проведёте дома, вы обязаны иметь при себе сменную одежду. Собираясь в бар или на вечеринку, позаботьтесь о том, чтобы хорошо выглядеть не только ночью, но и утром, где бы вы ни проснулись. Берите с собой майку, нижнее бельё и носки, предметы первой необходимости. Шаг первый. Разложите майку на столе. В район горловины положите сменное нижнее бельё. Сложите майку по бокам. Шаг второй. Носки положите таким образом, чтобы голеностопы оказались снаружи майки. Шаг третий. Сворачивайте майку в середине пути и остановитесь, для того, чтобы положить два предмета, без которых не может обойтись ни один джентльмен, которого ожидает весёлый вечер. Шаг четвёртый. Заверните. Вы взяли с собой всё самое необходимое. Получившийся набор займёт совсем немного места в вашей сумке. Интересны факты. Футболку, как и тельняшку с расклешёнными брюками, миру моды подарили моряки. Информацией сегодня принято обмениваться через интернет. Пара кликов и фотографии уже доставлены адресату. Мы всё делаем через сеть. Смотрим кино, грузим кучу файлов. Но срочно отправить 30 гигов информации – та ещё проблема. Нужен способ быстрее мобильного интернета. Птица? Почему бы нет? В военное время почтовых голубей активно использовали для доставки сообщений. Но городской Сезарь – это вам не профи-почтовик. Хотя внешне они очень схожи. За настоящим крылатым связистом отправимся к специалисту – голубеводу. Откуда бы они ни были выпущены, они возвращаются домой. Как будто бы у них встроен навигатор. Эта способность называется хоумингом – инстинктом возвращения домой. Орнитологи утверждают, что мозг голубя развит до такой степени, что его можно назвать природным компьютером. Попробуем через голубя почтовика передать 30 гигов информации быстрее, чем посылая этот же объём информации через интернет. Для подобного эксперимента вам понадобится карта памяти Micro SDHC – специальное кольцо, которое будет крепиться на лапу птицы. Двухсторонний скотч. Канцелярский нож и, конечно, почтовый голубь. Шаг первый. Отрежьте от скотча небольшой кусочек, равный по размеру площади карты памяти. Шаг второй. Наклейте скотч на карту. Шаг третий. Переверните карту и наклейте её второй, липкой стороной на специальное кольцо. Шаг четвёртый. Передайте эту посылку голубе. Закрепите кольцо на его лапке. Шаг пятый. Выпускайте голубя. Подгонять голубя принято задорным свистом. Одновременно поставим на закачку нашу информацию через интернет. Воспользуемся стандартными приложениями. До конечной точки голубю надо преодолеть около 150 километров. Чтобы голубь с подобным заданием справился, его надо подготовить, а точнее гонять. Ежедневные тренировки несколько раз в день, чтобы птица приучилась возвращаться домой. Декоративные голуби, они, конечно, для красоты. Почтовые сезари не такие яркие внешне, но у них и задачи другие. Сегодня свои лётные возможности они показывают на различных голубиных соревнованиях. Хороший хозяин всегда кольцовывает своих голубей. При желании можно прикрепить на эту же лапку послание своей любимой. Пора проверить и наше сообщение. Получилось. Сообщение наш почтовик передал, преодолев расстояние до финишной точки за три часа. Интернет за это время не осилил передать и 50% нашей информации. Ставка на природу себя оправдала. Интересный факт. Чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Майк Тайсон с детства держит голубей. Ещё мальчишкой он сделал на чердаке своего дома голубятню. Со своим увлечением Тайсон не расстаётся и сейчас. Вы купили фортепиано. Этот дорогой музыкальный инструмент нуждается в бережном уходе. Чтобы он вам долго служил, заботьтесь о нём. Для этого подготовьте салфетку из мягкой ткани, перекись водорода, нашатырный спирт, вазелин и мешочек с лавандой. Самое главное правило – не ставьте рояль вблизи батареи или отопительных приборов. Шаг первый. Регулярно протирайте музыкальный инструмент только сухой, мягкой тряпкой. Не стоит класть на него вазы, горшки, книги и другие предметы. Шаг второй. Для предохранения от моли поместите внутрь инструмента марлевые мешочки с нафталином или лавандой. Каждые полгода обновляйте их. Шаг третий. Со временем клавиши и слоновой кости желтеют. Поэтому периодически вытирайте их перекисью водорода с добавлением нескольких капель на шатырного спирта. Эта жидкость не должна попадать на черные клавиши, чтобы не испортилась полировка. Шаг четвертый. Проверяйте педали. Если они скрипят, то сначала установите, откуда исходит неприятный звук. Затем смажьте это место вазелином. Выполняйте эти простые правила и ваш инструмент будет радовать вас долгие годы. Интересный факт. Самый дорогой рояль был куплен певцом Джорджем Майклом с аукциона за 2 миллиона 100 тысяч долларов. Этот инструмент когда-то принадлежал Джону Леннону. Примечательно, что сам Леннон в свое время заплатил за него всего полторы тысячи долларов. Со всеми бывали случаи, когда очень важное видео приходилось смотреть в повторе. Вчерашний футбол дома вместо уборки. Новый фильм на работе. Если вы ничего подобного не припоминаете, эта инструкция для вас. Шаг первый. Планируйте смотреть нового Бэтмена на работе? Сядьте лицом к коллегам. Так монитор вашего компьютера будет виден только вам. Шаг второй. Найдите в браузере режим инкогнито. Открытые страницы не будут отражаться в истории просмотров. Шаг третий. Если режим инкогнито не нашли, после просмотра удалите не только историю просмотров, но и историю загрузок, куки и кэшированные изображения и файлы. Шаг четвертый. Открывайте сразу несколько вкладок, так вы сможете быстро переключиться с просмотра вчерашнего футбола на очень важное письмо по работе. Шаг пятый. Настройте компьютер таким образом, чтобы одним нажатием на кнопку включения вы могли перевести устройство в режим сна, чтобы в режим сна раньше времени не отправили вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова